У каждого отряда мы барабачим, мы гарнизмом сдавали, и мы все неправильно отрубили. Мы гарнизмом едем в кабанере, где-то, как сказать, было самое приглашенное в интере, должность. Потому что дети заходят, дети надо выходить, и опять же их в город, дети выходят. Все купались по 3-5 минут, и зато на перерыве где-то 2 часа сидел в воде, потому что надо было посудовать в город. Спасибо. 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 厲害. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 В самолёт идти, лететь в самолёт, вот, датчик, по которому, получается, общались здесь. И был такой ещё, как ручник, вот так, стоял вот, прямо возвертая, чтобы слышно было всё нормально. Вот, уши как-то, чтобы не пропускали звук лишний, походу. Мягкие, очень. Видишь, где вот это пиво? Ну, чистый. Чай. Пусть крутится. Не переживай, что ничего ты не поломаешь. Бери теперь, как я тебе показывал. Да, бери, аккуратненько бери. Да, и ставь вот, давай. Ничего, ничего, всё. Всё, отходи. Такое чувство, что я попала в Северский Северный. ДОНЕЦ День союза могу поставить еще. 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 Честно сказать не помню. Многие экспонаты я не помню даже где. Давно это такую коллекцию собрали. Очень много людей отдают. Очень много. Машинку коменданта Нюрнберга подарили. Книжку вот эту пионера Саня из-за советских социалистических республик подарили. Мы с классами ездили в Благофарк. Ну во-первых, расскажи о своих впечатлениях. Сама в первый раз включила? Если честно, то да, я включила это в первый раз. И такое чувство, что я попала в Советский Союз. Это просто непередаваемые эмоции и впечатления. А вообще вот на этой выставке, на подобной выставке, впервые, не впервые, что здесь увидела и вот прям впечатлила? Единственное, могу сказать, что в пятом классе мы были в Благофарке, и там был музей Советского Союза. Там было в принципе наподобие того же, но здесь просто я получила максимум удовольствия. И здесь я, можно сказать, впервые. А вот какой-то экспонат конкретный, может быть, вот прям сразился? Запомнился? Действительно, мне больше запомнился вот этот экспонат. Мне очень запомнились вот эти исторические фотографии, где изображены дети под оккупацией, родившиеся, ослабившиеся, слабыми детьми. Мне их очень жалко, ведь они во время войны и могли бы умереть. И они считаются дети войны. Что-то еще может быть? Что вы здесь вообще узнаете нового для себя? Познаем историю. Не просто так прийти и посмотреть. Ну, я думаю, что мы познаем историю нашей страны, нашего города. И это очень хорошо. Это интересно, познавательно, увлекательно. Лучше, чем просто сидеть на уроках истории? Мне да. Это у вас как урок истории сейчас проходит или как что? Не, мне кажется, это получше, чем урок истории. Мне больше понравился этот музей, чем урок истории. Ясно. И как зовут, имя, фамилия, класс, какой школа? Меня зовут Пушкина Анна Александровна. Я учусь в седьмом классе, в школе номер шесть. У нас школа с кадетским уклоном. Всего спасибо. Очки снять или не надо? Нет, нормально. А можно, пока не забыла, главный вопрос. У вас имя такое интересное, необычное. Как-то вот оно, можно это связать вот с этим увлечением? Как думаете, отразилось ваше имя на вот тем, чем вы занимаетесь сейчас? Ну, говорят же, вот имя, оно как бы, ну, на судьбу как-то влияет. Вот у вас имя достаточно старинное, и вот здесь вот такие фанаты... Пламенные, огненные. Я не знаю, как имя влияет, но... Он у тебя вылетает, выливает. Я, честно говоря, вопрос, я не очень понимаю. Ну, вот вы чем по жизни занимаетесь, ну, вот в данном момент занимаетесь? Вы собираетесь... Я много чем занимаюсь. Я стараюсь развиваться, как бы, в разных направлениях, чтобы как разносторонне развитым человеком быть. Вот это, это ваше увлечение семейное? Увлечение. Вы собираете старинные экспонаты, да? Вот такие все военные и все такое прочее. Ну, как вот говорят, имя предопределяет частично там судьбу человека. И вот у вас имя старинное, и вот вы собираетесь, у вас увлечение семейные экспонаты собираетесь. Вот вы как-то это связывали когда-то или нет? Да нет, наверное. А почему дали такое имя сыну? Ой, это надо у мамы спросить. Мама папу в известность поставила, как ни странно. Папа здесь не участвовал. Но имя мне понравилось. И одобрил сразу. Ясно. Тогда вот расскажите... Расскажите немножко вот об этом увлечении. Откуда у вас это пошло? Как давно собираете? Где вы все это растопили? Увлечение пошло еще. Я в интернате воспитывался. И вот нас водили в походы. В 80-м году учитель физкультуры Рыков Леонид Иосифович нас повел на Саур-могилу. И вот тогда нашли много. Мы шли по местам боев МИУС-фронта. И тогда много очень находили гранат. Прямо вот на проселочных дорогах. Ну вот одну гранату я нашел. И вот, видимо, с той гранаты все пошло. Хотя в те-то советские времена воспитание на Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание было очень сильно в школах развито. Все предметы были взаимосвязаны. И участь в школе, скажем, родная речь. Вот я помню рассказ, там, 28 панфиловцев. 28 панфиловцев уже фактически с начальной школы мы начинали изучать историю. Я вот как сейчас помню, был рассказ у нас Михаилс, друг пограничника. То есть уже мы о пограничниках знали. Ну и так далее. Все это было очень серьезно в школе связано. Я считаю, тогда было воспитание. Ну и вот оттуда потихоньку-потихоньку началось увлечение непосредственно сбором такой вот информации. Ну а потом вот уже дедушка Серафиму подарил осколок пороховой бомбы времен Крымской войны. Шрапнельный снаряд немецкий и энное количество гильз. Вот да, оттуда во все пошло. Плюс мы вот объединились сейчас с поисковым отрядом. Ну, поисковый отряд больше направлен на раскопки. Но мы поисковики, ну, наша семья поисковики чуть-чуть в другом направлении. Мы ищем очень интересных людей, которых очень мало осталось. Вот записываем истории, нам вот важны эти последние воспоминания людей. И в частности люди нам очень много экспонатов отдают, дарят. Вот мы выступали года три назад, мы выступали в доме престарелых для ветеранов. Там, значит, к 70-летию победы, там было четыре ветерана Великой Отечественной войны. В данный момент, к сожалению, уже осталось две женщины там осталось. Вот мы для них готовили программу и последнее наше вот выступление. Весь класс подключился, классная руководительница тоже там выступала, стихи читала. И там вот сидела одна женщина, ветеран Великой Отечественной войны. А после выступления подошла к нам женщина и вот предложила, говорит, я вам хочу отдать награды отца и документы отца. Предложение было настолько неожиданным, что я поблагодарил ее и сказал, что я не готов сейчас вам ни да ни нет сказать, дайте я ваше предложение обдумаю и тогда уже что-то решение какое-то приму. Ну, два дня подумав, конечно, и согласился. И она, конечно, дала очень уникальный, я считаю, экспонат, который существует, я считаю, в единственном виде. Это личная книжка юного пионера Союза Советских Социалистических Республик. Я вот у людей сколько спрашивал, моего поколения, моложе, старше, кто был пионером, но ни у кого такой книжки не было. У нас она вот в музее существует. А сколько лет вы этим уже занимаетесь и сколько за эти годы собирали экспонатов? Все ли они здесь? У нас с 4-го, сейчас я учусь в 11-м. Нет, ну, ошибается. Воспитанием, скажем, в этом поколении. Вот два года назад я встретил человека на бессмертном полку, и он ко мне подошел, увидел Серафима, и говорит, я вас снимаю еще, ну, не знаю, когда он был маленький, вот с детского сада я его повел в парк на День Победы с ветераном, вот тогда еще их, ну, как, относительно много было, и вот он тогда нас начал снимать. Интересно было, что вот человек как бы за нашей судьбой проследил, вот с детского садика он Серафима начал снимать, отдал мне вот эти вот все фотографии с детского садика, первый класс, там, третий класс, то есть так трудно сказать, сколько мы, ну, так, давно, все время мы увлекаемся. Нельзя сказать, сколько мы собираем, все время собираем. Все семьей, да? Все семьей, да. Сколько экспонатов, все ли они здесь? Экспонаты в данный момент все, конечно, хочется поблагодарить руководство металлургического завода, потому что это у нас вот первая выставка, когда мы вывезли все, что у нас есть. Потому что, скажем, первый раз, когда Серафим учился в пятом классе, он, значит, проводил уроки мужества кадетским классам. Тогда он еще кадетом не был, но для кадетских классов он проводил уроки мужества. Он там остался и на вторую смену, его там учительница и покормила, и напоила, и он весь день проводил уроки мужества. И вот учительница вышла из класса, когда в одиннадцатом классе он проводил урок мужества, будучи пятиклассником. То есть он сорок минут держал одиннадцатый класс. То есть, ну... Я поняла, сколько экспонатов? А, сколько экспонатов. Экспонатов, ну вот сейчас мы переписывали, мы остановились на цифре, там чуть больше пятьсот, но если учесть, что там, скажем, орден Великой Отечественной войны, три там штуки у нас, там какие-то пять чего-то у нас, то, ну не знаю, около восьмисот, может тысяча будет, не знаю, так трудно сказать. Вот по количеству трудно сказать, по описи более пятисот. А каких времен и что вот от, вот я видела, патефоны, там утюги, какие конкретно, разброс какой? От до нашей эры и до наших дней, фактически. Начинается все с экспозиции, посвященной древности. Экспозиция посвящена тем предкам, кто жил в Донских степях до заселения, это скифы, сарматы. Иногда заходили племена готов сюда. Дальше идет экспозиция, посвященная казачеству, так как первые, кто заселил Донскую землю, это были казаки. Дальше идет экспозиция, посвященная царизму. Потом Великая Отечественная война и Вторая мировая в целом. Скажите, а как Вы это, ну, эту же экспозицию надо было подготовить, кучу материалов изучить, из какой-то эпохи идет. Вам кто-то в этом помогал или Вы сами там перелистывали? Как Вы понимали, что это? Я сам все изучал. Когда я находил какую-то вещь или когда покупали, я ходил в Таганрогский краеведческий музей, там есть хороший знакомый. Узнавал у него, узнавал у других сотрудников, узнавал через интернет, что-то спрашивал у учителя по истории. По истории пятерка, наверное? Четыре. Как так? Ну, очень много учить надо, даты понятий. Тогда увлечения не будет, если пятерка будет. Сейчас очень много времени уходит на такое хобби. Ясно. Скажите, сколько времени Вы проводите, отдаете этому хобби? Это же надо людей найти. Они, наверное, по всей области людей ищут? Да, мы ездили, да не только по области. Вот я работал когда-то тренером, у нас тоже во дворце спорта прибой работал, работал тренером Ткачев Николай Георгиевич. Работал, это вот так я далеко рассказываю, завязываю, работал дворцом спорта Долгопятов Анатолий Константинович. Вот Анатолий Константинович говорит, Жень, там, по-моему, Ткачева мама что-то как-то родилась или в Германии. И я подошел теперь к Николаю Георгиевичу. Говорю, Николай, расскажите, что там, я не пойму, Ваша мама, как, что? Ну и вышла очень удивительная история. Эта женщина четыре раза бежала из плена. Она живет в Ейске. Вот мы с Серафимом поехали в Ейск. Это не Ростовская область, это уже Краснодарский край. Поехали в Ейск. Получилась очень удивительная история. Она со своим будущим мужем бежала четыре раза из плена. И когда мы ехали в Ейске, я его попросил, говорю, Николай, вы же мне расскажите, чтобы у нас какая-то беседа получилась, чтобы я не просто на диктофон там на видео записала, беседа получилась. Вот он рассказал мне про своего отца и про свою маму. Они, значит, его отец в первые дни войны был в Гродно, был танкистом. Когда началась война, ихнюю часть разбомбили, но он в одном танке несколько фашистских танков подбил. Когда его танк был подбит, он умудрился, значит, залезть в другой танк, короче, поменял несколько танков. Уничтожил много фашистских танков, ну, в конце концов, был подбит и ранен. Он попал в плен, в плену он познакомился, ну, был умным человеком, англичане уходили, им давали форму, англичане, немцы, англичане отпускали в увольнительную. И вот Георгий Ткачев, он, значит, попросил англичан форму, вышел спокойно, как англичанин, зашел в лагерь, где были наши девушки и предложил бежать. Вот они побежали, четыре раза их ловили, они каждый раз называли другие имена, поэтому им просто повезло, что их не расстреляли. Вот мы вот это записали, и она нам подарила платье военное, вот у нас сейчас в музее лежит, и лопасти, ну, вот сейчас мы буквально неделю назад через интернет поняли, что это с Юнкерса 88. Я понимаю, а тут это все ваше, да? Нет, там отдельно находится выставка моделей. Модели не наши, и есть предметы непосредственно поискового отряда, которые раскопаны. Но мы, вот, я мечтаю, конечно, на раскопки попасть, но еще вот ни одного экспоната мы не выкопали. Мы все собираем, люди нам передают. Просто, когда видят, чем мы занимаемся, нам просто отдают вещи. А скажите, вот эти истории людей, которые вы записываете, вы из них что-то собираетесь делать? Задумок, да. Задумок очень много. У нас есть запись, я считаю, последней живой участницы 416-й дивизии, которая полегла на Сэмбэкских высотах. Вот на Сэмбэке памятник стоит, и выступая в доме престарелых, мы вдруг неожиданно узнали, что Юлия Ивановна, она уже умерла, она участница 416-й вот этой дивизии. Их, как она нам рассказывала, все это записано на видео, она нам рассказывала, когда дивизия вела здесь тяжелые кровопролитные бои, их в Баку начали формировать на подмогу. Вот сформировали подмогу, ехали они в поездах, когда доехали до Грозного, их там остановили, сказали, что 416-я дивизия полегла полностью, то есть помощь уже не понадобилась. Но, тем не менее, она является участницей 416-й дивизии, имеет награды. Ясно, записи, вы что с ними собираетесь делать? Ох, да, где-то их публиковать надо, может, фильм какой-то создадим, все это очень много времени отнимает. Книгу или что? Может быть, мы и книгу, конечно. То есть вы пока собираете, но не знаете, что с ними будете делать? Не знаем, да, мы не знаем, что это делать, это надо показывать подрастающему поколению, надо это все показывать, рассказывать. А скажите, а почему вот именно здесь место выбрали? Два года назад, когда мы вот на квартале музеев выступали, когда нам машинку отдали, мы встретились там с командиром поискового отряда, Богдан Евгеньевич, и получилось так, что моя супруга была учительницей, вот этот мальчик из параллельного класса, то есть она подменяла, они узнали друг друга, вот мы разговорились, то есть он поисковик, у нас какая-то вот такая общая тема. Здесь была свободная территория. Да, да, и мы объединились, да, и как бы вот получилось. А для кого эта экспозиция бесплатная? Бесплатная. Нам надо... Кто хочет, может, приходить, и сколько она здесь пробудет? Вот сколько пробудет, мы не знаем, мы хотим, чтобы она как можно дольше. Спасибо большое руководству металлургического завода, что нам вот такое место, что вот объединяем усилия, потому что все-таки в деле подрастающего поколения это всем важно, в том числе и для завода. То есть будете приглашать в классы? Да, классы будут уже, люди как бы записали, сейчас мы чуть-чуть отдышимся от организации этой, потому что организация очень много времени забрала. Сын еще в школе учится, и организуем расписание. Конечно, дети пойдут сюда, потому что уже учителя подходят и спрашивают. И сколько она пробудет здесь, пока не здесь? Да, пока мы не знаем, да. Расскажите, до этого, где были все эти экспонаты, дома или где их хранились? Дома в двухкомнатной квартире, преимущественно на балконе. Не спотыкались, не ходили? Спотыкались, маме спасибо, надо сказать, что терпела нас. Ясно, то есть вы все по комнатам и по балкону, да? Да, все в шкафах аккуратно, это трудно очень с переездами, потому что едем, вот нас, скажем, пригласили в школу куда-то, мы часть экспозиции вывозим, это все собрать надо, потом аккуратненько все разложить надо. Сколькими машинами вы сюда все это привезли? Ну, трудно, ну, заездов за пять, наверное, мы привезли. Легковой машиной, да? Да, легковой. А сколько времени на вот это вот все обустройство? Обустройство хотели, не хватило нам времени, чтобы это обустроить так, как мы хотели, потому что, ну... Ну, сколько, неделя, две? Да, наверное, неделя, наверное, неделя, да. Серафим, а скажите, вот у вас такое увлечение довольно-таки, ну, достаточно необычное, ну, как обычный человек не занимается таким. Вот вам это насколько интересно, почему вам это интересно? Вы на этом выросли потому что, или откуда пошло такое увлечение, и в будущем как-то вы собираетесь с этим всем связать свою жизнь? Ну, потому что меня так воспитывали в семье, у меня появилась любовь к истории, любовь, как бы, к коллекционированию. Ну, в будущем я надеюсь, что открою уже лично свой музей, там будет намного больше экспонатов. Сейчас есть выставки еще в плане разработки, то есть у нас есть какие-то экспонаты, но их мало, и мы еще думаем, как их и где выставить. Ясно. И в будущем собираетесь как-то все-таки, да, с этим дальше продолжать? Как хобби или как работа больше? Может быть, и так, и так. Я не могу сказать. Ясно. А любимый предмет в школе? Так и не скажу. Физкультура. Физкультура, история. Ясно. И представьте себе фамилия, и в каком классе, в какой школе учитесь? Довиченко Серафим Евгеньевич, ученик 11-го К класса, МОБУСОЖ номер 6. Это вот казачья? Ка, это кадетский просто. Ой, кадетский, да? У нас, значит, кадетские классы моряки, МЧС и казаки. Я пошел в кадетский класс после 9-го класса, то есть на 10-й, на 11-й, потому что выбора не было. Я вообще пошел в 10-й класс только из-за того, чтобы взяли на соревнования по военно-прикладному спорту. До этого я хотел идти в техникум. А теперь уже, как планирую, идти в университет. Какой? Знакомый брат. Как бы еще не выбрал. Либо пойду на военную кафедру, либо на повара. Интересно, за что у вас медали? Две медали. Союз-2018 и Союз-2017. Это с всероссийских соревнований по военно-прикладному спорту в городе Казани. Это медаль с изображением Александра Третьего. Александр Третий основал Таганрогский казачий округ. Это меня наградили казаки за проведение патриотической работы. Ясно. И вы представьте семя фамилии? Мудовиченко Евгений Николаевич. У вас как коллекционер театровать, как основатель музея, как хотите. Как хотите. Ясно, спасибо. Как папу. Как папу Серафима. Расскажите, какое конкретно ваше было участие, вклад в эту экспозицию и с коллекционерами. В каких условиях вы познакомились и почему решили совместно провести эту работу. По своей работе я, как председатель боевого братства, Павел Тагмет, был привлечен к работе в шестую школу. В шестой школе я работал по патриотическому воспитанию молодежи. Работал как ветеран. Ветеран рассказывал про боевые действия, объяснял, рассказывал. И там познакомился сначала с Серафимом, потом с его папой. А потом выяснилось то, что его семья, его отец женат на моей первой учительнице, в первом классе, в которой я была. С того момента началось наше с ним общение. Занимаемся мы, по возможности, поисковой деятельностью. Воспитываем молодежь в духе патриотизма, любовь к родине. У вас какой-то поисковой отряд, да, конкретно? Ну, у нас организован поисковый отряд на базе поискового отряда МВД «Щит и меч». На их базе у нас основан поисковый отряд «Тагмет». Ясно. И вы, получается, вот, ваш вклад именно, вы как, вы вместе задумывали экспозицию? Или вы вот занимаетесь своим делом, а не своим, а потом просто... Нет, нет. Евгений сейчас вступил в наш поисковый отряд в должности замкомандира взвода по архивной работе. Это основная из его должности, это архивные сведения, архивная работа. В основном, где мы проводим поиски, это все в основном его работа. Мы копаем, а он ищет. Почему же его копать-то не берут? Он же хочет. Ну, дело в том, что когда мы-то ездим, копаем в субботу, от работы время, а он нам помогает сведениями. Это тоже своего рода труд и очень большой труд. Это вроде кажется, что архивная работа – это так, а на самом деле это очень тяжело. Раньше нам приходилось самим, но теперь появился Евгений, его сын, они работают, ищут архивные сведения, датировают какие-то артефакты, датировают погибших, помогают поднимать. А скажите, щит и меч, насколько я помню, он же не так давно организовался? Он организовался позапрошлым году. Вот за это время, казалось бы, срок-то небольшой, но я смотрю, у вас достаточно много экспонатов. Вы часто что-то находите и как часто выходите на поезд? В основном мы ходим суббота-воскресенье, это наши выходные, это спонтанное решение. Собрались и поехали, как говорится. Ну, как много нашли за это время? Ну, по поиску мы пока бойцов только начинаем искать. В основном это железо, в основном это какие-то конструкции. В основном вот это вот. По бойцам пока не удавалось ни одного бойца поднять. Самое интересное, что вам удалось найти за вот все это время на вашей памяти. И самое интересное, что вы когда увидели экспозицию ваших коллег, у них что-то увидели? Может быть, вас что-то впечатлило? Самое интересное, это был блиндаж, в котором мы подняли патефон, подняли предметы утвари, солдат Второй мировой. Достаточно, там и каски были, там и ложки, вилки, продуктов питания, конечно, там уже не было. Ну, какие-то вещи, личные вещи бойцов там были. Это вот патефон, который вы подняли? Да, да, да. Это вы подняли? Да, подняли, а потом... Это все вместе было? Да, это все вместе, а потом Евгений со своим сыном его отреставрировали, привели в порядок, завели, он пошел работать. А так в хорошем состоянии все это сохранилось? Да, а блиндаж, он же, что ни воды нет, ни доступа кислорода засыпанный блиндаж, там же сохранение будет идеальное. А что, это наша советская и каких времен, как вы думаете? Ну, это довоенный, это советский довоенный получается. Это ясно. А вот из коллекции Евгения что вам приглянулось? Ну, коллекция Евгения, она всесторонняя, большая достаточно. И в ней начинается от казачества и заканчивается Второй мировой. В основном это очень-очень такие документы, редчайшие документы, которых нету по существу ни в одном музее. Это те же самые справки, те же самые гид-листовки в целости. И что самое интересное, что были, я видел много листовок, но в таких состояниях, которых у него, их нету. А как-то это все охраняется? Это же все-таки такие экспонаты достаточно. Да, система охраны здесь идеальна. Как это здание называется? Это называется музей боевой и трудовой службы Тагмета. Он так и есть, тут у них музей, вы просто у них кусочек, да? Да. Они бесплатно все это предоставили? Да, они предоставили все это бесплатно для поднятия патриотического воспитания, как молодежи, потому что школы будут привлечены на экскурсии школы, так и взрослых. Ясно. И представьте, семяфамилия и как титровать? Разумеется, Богдан Евгеньевич, председатель боевого братства при ПАО Тагмета. Разумец Богдан Евгеньевич. Все, чтобы мы в титрах не ошиблись, спасибо. Вторая компания. Все за Чечню? За Чечню патриотическое воспитание молодежи до 80 лет Ростовской области. А вот это все за Чечню? Да, это за Чечню. Вторая компания? Да, вторая компания. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. 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 . Недбайлов Виктор Емельянович. Он прожил 80 лет. 1912-1992 год. Вот человек нам подарил. И здесь вот эта его фотография увеличенная. Копию дома лежит. А это мы увеличили. Здесь письмо на память дорогим и любимым старикам в дни Великой Отечественной войны от сына Виктора. 1943 год. У вас два патефона тут вторая. Два патефона. Не знаю. Этот рабочий тоже? Этот рабочий. Но там иголка сломана. Но если сейчас поставить сюда головку вытащить он рабочий. Но у нас еще есть планы организовать выставку назад в СССР я бы ее назвал. Потому что у нас есть электрофон он называется скажем патефон и к нему электричество подведено. Ну тоже уникальный экспонат я считаю. У меня был такой. Да. Вот. Трудно сейчас что-либо где отыскать. Там есть... Василий или Иван Васильевич? Кратко-кратко. Кратко-кратко. Что два километра пришел? Вот этот фашистский ящик. Мне позвонила моя однокрупница с института. Сказала Женя фашистский ящик лежит на мусорнике. Ну я побежал. У транспорта там неудобно подъехать. И я бежал два-три километра. Я говорю Наташа никому не отдавай. Прибежал забрал этот ящик. И он у нас вот на балконе дома лежал пока вот нам места не предоставили. Потому что есть нам выбор в школу нести что-то более интересное или ящик. Что за ящик? Что на нем написано? Ящик это из-под фашистских патронов. Ну сейчас я вот не скажу. Все там обозначения есть. Все обозначения на нем есть. Еще и с другой стороны есть. Это патроны. Самое главное, что он есть ящик из-под фашистских патронов. За полу. За полу. За полу. За полу. За полу под нашими подсоветскими сапогами. Как символ того что мы... Мы сюда продали. У хозяйка здесь уехать... Спасибо. Девушка Мария Куприенко, ей было 19 лет, когда угнали в Германию. Сама она из Киева, написанная между месторождением Киев, Марьяновка, 6 сентября 1922 года рождения. Вот фашисты так заводили трудовые книжки. Их выкупил за 500 рублей. Вот это нашел, молитвенная памятка. Это было благотворительное издание, последняя русская императрица. Все. Теофим, а кто нам карту подарил, где-то за Кавказ? Да, тут Таганрог есть, да, тут Таганрог есть обозначен, Ростов есть обозначен на карте. Вот там Азовское море, вот сверху Азовское море, там даже Батайск, по-моему. Вот, Ростов-на-Дону, вот здесь Таганрог, Батайск, вот Азов, там есть королева наши. Вот уже нет.